Начинаем пресс-конференцию по объединению спецбатальонов «Харьков-1», «Харьков-2» и «Свобожанщина» «Батальон Харьков». Спикеры Максим Кокшаров, командир зоны батальона «Харьков-1», Дмитрий Фирсов, офицер батальона «Свобожанщина», Елена Лапчуновская, основатель Благодарительного фонда помощи в войну Украины и Алексей Ведминский, офицер батальона «Харьков-1», или «Харьков-1», «Харьков-1». Пожалуйста, кто первый? Давайте я общую проблематику. Вы знаете, что батальоны «Харьков-1» и «Свобожанщина» — это самые первые наши добровольческие батальоны, которые противостояли сепаратизму здесь, в Харькове. И, конечно, не может, я еще и активист Евромайдана, не волновать. И Евромайдан, и я думаю, что весь, всех жителей Харькова, не может не волновать судьба этих батальонов. Сначала у них произошел арест комбата «Свобожанщина» по обвинению в якобы готовящемся покушении на Олега Ширяева и в село до Кожемяку, был отстранен комбат батальона «Харьков-1». И, по сути, так, два батальона остались с исполняющими обязанностями другими людьми, которые исполняют обязанности комбата в этих батальонах. Конечно, моральное состояние у ребят немножечко, наверное, подавленное. Тем более, когда мы узнали, что эти батальоны сливаются, еще туда добавляется «Харьков-2» и будет как бы один большой батальон. Там была тема еще о том, что сокращается какое-то количество офицеров. Еще неожиданно мы узнали, что комбатом назначается Беркутовец, который не очень хорошо прославился на Евромайдане. Но мы обратились в департамент, и департамент неожиданно откликнулся очень хорошо. Вчера приехал неожиданно, просто из-за того, что так осложнилась ситуация. Юрий Пакинборода, начальник, и отвечал на все вопросы ребят. Журналистов, правда, в зал не пустили. Я была на этом совещании, очень хорошее совещание было. И начальник департамента мне лично очень симпатичен и понравился. Он пообещал, что не назначит комбатом кого-то из Беркута, и кандидатура будет очень тщательно подбираться. В общем-то, это все. Передаю слово ребятам. Максим. Добрый день. Ну да, у нас возникли некоторые сомнения в том, что в нашем подразделении будет командующих, которые вообще не относятся ни к добровольческому движению, ни к добровольческим подразделениям. Возникли сомнения в том, что многие из людей, которые сюда пришли, как гражданки, патриоты, те ребята, которые с самого начала в этом батальоне, которые прошли зону АТО, могут остаться вне данной структуры, вне МВД, вне будущей полиции. И так как мы знаем, что были обещания со стороны руководства и МВД, и министерства, что все эти ребята будут основой новой милиции, новой полиции, те, которые не берут взятки, те, которые борются с коррупцией, стараются сделать так, чтобы правопорядок в этой стране и в данный момент в городе Харькове был лучше. Ну, я скажу честно, я написал письмо непосредственно Арсену Борисовичу Авакову. Для нас, конечно, это было очень приятно, что наше письмо услышали. На следующий день приехал начальник департамента по нашему спецподразделению, Юрий Николаевич Покинборода. Мы с ним пообщались, была пресс-конференция, было и руководство МВД в лице Пахома Валерия Анатольевича, это заместитель Дмитриева, в котором нам были даны гарантии, что весь личный состав, который и участники боевых действий, и которые были в зоне АТО, весь личный состав будет сохранен в будущем объединенном подразделении. Что сокращения, как таковые, нас не коснутся, и самое главное обещание, что руководителем данного объединенного подразделения на основе наших добровольческих батальонов будет человек из нашей среды, офицер из добровольческих батальонов. То есть, в данный момент мы тесно сотрудничаем. Нам было дано, и Юрий Николаевич нас заверил, пишите свои предложения, особенно по сохранению дела, что весь вопрос ставил в том, что мог сократиться, особенно офицерский состав. То есть, когда объединяются подразделения, соответственно, штат урезается. Нами было сегодня написано, вчера был нашими кадровиками написан рапорт, сегодня составлено письмо, которое уже непосредственно отправлено и факсом, и ей человек в Киев. Это письмо на имя и министра, где будут учтены все штатные возможности, как офицерского, так и рядового состава. Я, прежде всего, хочу отметить и еще раз подчеркнуть, что такая форма общения, открытости, это, на наш взгляд, по крайней мере, это новое в МВД, скажем так. То, что мы видим за полтора года службы в МВД, одну из проблем, которая вот, то, что мы четко видим, это закрытость, закрытость от граждан. Очень часто хорошие дела, которые делает структура Министерства внутренних дел, просто не доводятся до ведома граждан, налогоплательщиков. В данной ситуации мы видим отсутствие, скажем так, ненужного формализма, и в то же время мы видим участие в решении проблемы, участие киевского руководства, то есть министерства непосредственно. Это действительно, как бы, новое, скажем так, в работе милиции, когда сотрудники подразделения пишут открытое письмо, распространяют его через интернет, просто открыто, точно так же идет простая, обычная, человеческая реакция руководства, когда начальник департамента, увидя проблему, приезжает ее, озвучивает ее, отвечает на вопросы. Конечно же, хотелось бы, чтобы эта проблема была озвучена и в присутствии прессы. Ну, я думаю, что мы сейчас этот вопрос озвучим. Конечно же, просто потому, что, я думаю, встреча такая была довольно-таки спонтанна, поэтому, наверное, начальник департамента в связи с ограниченным временем не встретился с прессой. Но в то же время я ему задал тоже вопрос, как вы, в прессе, как мы озвучим этот вопрос. Да, пожалуйста, говорит, озвучивайте все, что я сказал, говорит, пожалуйста, озвучивайте. Вот. И будем надеяться, что в дальнейшем, прежде всего, будет продолжаться открытость политики реформирования Министерства внутренних дел. Будет, опять же, со стороны общества, со стороны прессы, будет внимание к этому привлекаться. В конце концов, все, что мы делаем, все это, в принципе, средства налогоплательщиков. И налогоплательщики вправе знать, что делается все-таки, как реформируется Министерство внутренних дел, как обеспечивается и безопасность. Вот. Ну и в дальнейшем, как бы, то, что от себя, от коллективов наших подразделений, могу сказать, что мы как и служили народу Украины, так и будем служить. Прежде всего, народу Украины. Мы служим не властям, а прежде всего народу. Что это подчеркнуть? Спасибо. Дмитрий. Здравствуйте. Я много говорить не буду. Просто я удивлен, почему так вообще сложилось, особенно с нашим комбатом, ситуация вообще. Как его отстранили и что будет в дальнейшем. Это как бы отец-командир наш. Я не знаю. Нам ничего не говорят и озвучили то, что будет командир с Беркута какой-то. Это как-то, я считаю, не неправильно. Он создал, Андрей Саныч, Александр Саныч, создали эти батальоны и теперь их отстранили. Когда были нужны эти батальоны, мы все делали, а теперь как-то нас хотят или расформировать, или что хотят сократить. Я считаю, что это неправильно. Так не делается. Да, спасибо Юрию Николаевичу. Он приехал, отозвался, успокоил нас. Будем надеяться, что все будет в дальнейшем хорошо. А так дух, конечно, у наших бойцов, по крайней мере, конечно, подупал. Надеюсь, что все будет хорошо. Я хочу еще добавить. Дело в том, что многие знают, многие, может быть, в связи с путаницей информационной, не совсем понимают эту ситуацию. Наши подразделения, все сотрудники наших подразделений с первого дня, это аттестованные сотрудники милиции. Точно такие же, как сотрудники других подразделений Министерства внутренних дел. Да, называемся мы Добровольческий батальон, но это как бы название, скажем так, то, что люди как называют. Но в то же время я всегда так сравниваю. Сотрудники, скажем так, ГАИ не добровольцы, и кто-то призывал, то же самое. Все добровольческие, вся милиция у нас добровольная. Разница, прежде всего, между нами, это в том, что у нас 100% все сотрудники работают только по закону, живут только на одну зарплату, абсолютно не приемлят коррупцию. У нас высокое доверие граждан к нам. Мы стараемся всегда общаться с населением, всегда стараемся, даже если бывают какие-то конфликты, общаться с людьми, договариваться с людьми, всегда вести диалог с людьми. Вот. В этом, наверное, наше главное отличие. И всегда стараемся все делать по закону и открыто, прежде всего. Спасибо, Игорь Михайлович. Ну, скажем так, тут же причина еще такая своего рода исторически-политическая. Причина уволнения руководства о том, что наши батальоны нужно взять под контроль, под контроль, понятно. Потому что взять те же страны Европы, ту же Хорватию, у них там потом, после, так скажем, их событий, войны, было очень долго трудно взять батальоны, их добровольческие, взять под контроль. Там они занимались мародерством. Но еще раз хотим напомнить, мы действительно, хоть и добровольцы, хоть и патриоты, мы тестованы сотрудниками лица. Наша задача – это законность и правопорядок. И, скажем так, мы все понимаем, что не антитеррористическая операция, которую я проще называю войной, не закончилась. И все эти последствия этой войны, даже если будут там сохраняться перемирия, мы будем еще выгребать по полной десятке лет. Это и большое количество оружия на руках у местного населения, и деградация от местного населения в этих районах. И поэтому польза от этих добровольческих, милицейских подразделений, как органов правопорядка, даже на этих территориях, еще будет очень и очень нужна. Просим мы просто этого не забывать. Мы все держим под контролем, то есть обещания обещаниями. Мы надеемся, что и мы будем держать это под контролем, и не будем расслабляться. Спасибо. Добавляйся, журналисты, вопрос. Господин Зимковский, Комитет Моростя. Вопросы не знаю, кому точно, все были на заседании. Информация о том, что может быть назначить вашим командиром, вообще ваше подразделение, командир золотых ворот киевского спецбатайона. Есть какое-то основание? Вопрос сейчас ведется на уровне мистерства. Мы встречались с этим человеком. Очень неплохой человек. То есть он сам не милицейский, он бывший военный. Он был неплохой человек, но, скажем так, если есть возможность, что он будет командовать нашим подразделением, вопрос только в том, насколько хорошо он знает город Харьков и наши особенности. Начальник департамента, по крайней мере, озвучил, что эта кандидатура рассматривается, однако же его слова были, последнее слово все равно за министром. То есть другие кандидатуры вам даже не знают? Ну, смотрите, мы вынесли предложение, что это кто-то должен быть из внутренних офицеров, именно из этих наших добровольческих предложений. Как рассмотрит это министерство, мы пока что не знаем, потому что еще вопрос идет в стадии обсуждения, и никто еще, чтобы вы понимали, не назначался. — По поводу полиции и ваших заявлений о том, что вы не вошли в состав новосознанной полиции, опять же, были вот эти, скажем так, противоречивая информация, что вы не подавали заявление, потому вас не приняли, это так и случилось в комиссии по приему полиции? — Ну, я, информация не точная, информация не точная. Все, все сотрудники нашего, я имею в виду Харьков-1, я представляю Харьков-1, уже все написали анкеты как в КОРТ, так и в патрульную службу полиции. Уже 8 человек из нашего батальона уже служат патрульной службой полиции, причем многие из них на командных должностях. Это ребята, с которыми вместе мы пришли, один из них, не буду называть фамилию, потому что, может, не просил, вместе с ним лежали и в одном окопе, и вместе ели кашу. Сейчас он является командиром РУД. То есть, ребята, они службы, патрульная служба полиции. Не вопрос. Вопрос старался немного не так. Вопрос старался, что будет именно с подразделениями, и войдем ли мы в полицию, как какие-то одеты. Потому что в законе национальной полиции мы как подразделения не прописаны. То есть, была возможность как-то это сделать более, и были ли предложения и кабинета министров, чтобы в редакции закона учесть эти добровольческие подразделения. Конечно, будут, но я же говорю, нам дали гарантию, что никто не будет забыть. Будут формироваться и полицейские участки, и дополнительные, то есть так же, как и КОРС подразделения милиции, и криминальная милиция, и все ребята найдут свои места в новых подразделениях. Будем надеяться, что эти гарантии, особенно для участников боевых действий, будут выполнены. Существование нашего батальона до конца 2016 года, или вообще нет еще пока точного? Смотрите, приблизительно, приблизительно, да, как нам сказали, до конца 2016 года. Но это все приблизительно, потому что антитеррористическая операция еще не закончилась. Нас заверили, что мы в составе нового подразделения будем ротациями выезжать в зону АТО, будем нести службу точно так же, как и несли. Надеемся послужить и принести пользу. Ребята только за. На самом деле, подразделения, поскольку у нас особого назначения, мы можем выполнять самые различные задачи. Мы можем и патрулировать населенные пункты, мы можем выполнять антитеррористические функции, можем, в принципе, выполнять, уже практика показала, и опыт наш показал, что мы можем выполнять задачи с самого различного уровня. Самое главное, мы всегда работаем доверительно с населением, всегда выстраиваем контакт с теми, кому мы служим. А пока задача ставится в пределах Харькова, или Вы говорите, что все-таки в АТО вас будут управлять? Пока, во-первых, еще нового подразделения нет. Сейчас идет только да. Мы сейчас выведены, это стандартная процедура, выведены поза штаб. Это стандартная процедура перед объединением и входом в новое подразделение. То есть сейчас мы несем службу, как и внутренняя служба, и охрана объектов у нас, и экспертный центр мы охраняем. Есть, мы выставлены на четырех блокпостах Харькова и Харьковской области. И, соответственно, еще есть один у нас по Дзержицкому району группа Швыдкова Рыбань. Это что-то типа такого патрульной службы, патруля. Выезжаем на место происшествия, точно так же и у Словожанчины. Конечно, хотелось бы, чтобы было это патрули. Мы, в принципе, ни в коем случае не хочу там какую-то конкуренцию вызывать. Но, в принципе, этот ГШР до появления патрульной службы довольно-таки четко выполнял функции этой же патрульной службы. Было бы их больше, мы бы работали больше. Знаете, я хочу сказать, что здесь нужно держать руку на пульсе. Потому что, ну, скажем, Максим сказал, что там какие-то технические штуки. Но, тем не менее, бойцы написали, как это, рапорт, заявление о том, что если двухмесячный срок им не будет предложена какая-то вакансия, то они попадают под сокращение. Поэтому, ну, будем смотреть, что будет произойти, насколько наши батальоны будут сокращены. Конечно, именно это у нас и вызвало опасения, что, да, хоть и процедура стандартная, но сомнение в том, что войдут ли в новое подразделение или в новое это те люди, которые служили. Не останутся ли они за бортом? Дело в том, что большинство наших людей хотелось бы остаться в батальоне в нашем и продолжать службу там, а не переходить куда-нибудь в полицию, в подразделение. Хотели бы остаться в наших батальонах и желательно под командованием наших отцов-командиров, как я уже говорил ранее. Вопрос, да, где тут сразу встречный. По поводу атмосферы самих батальонов, ведь Ваши сливают с рота, еще Харьков-2, которых здесь почему-то не представлено никем. Потому что они находятся сейчас все в зоне АТО. Здесь находятся единицы их. Как Вы относитесь к тому, что, ну, атмосфера, да, то есть Вы не служившие вместе с ними, да? Вполне нормально относимся, потому что, я скажу честно, точно так же и в Харьков-1 есть, как и патриоты, и добровольцы, есть точно так же и бывшие сотрудники милиции, которые тоже там строятся. Нормально. Знаете, а каши объединяем. Вы знаете, когда нас набирали, вот, скажем, апрель прошлого года, мая прошлого года, набирали нас как раз вот три подразделения. Харьков-1, роту Харьков-2 и Слобожанщина. В принципе, первоначальную подготовку мы вместе с ними ходили точно так же. Вот. И еще добавлю, скажем, ну, среда у нас, общение, в принципе, одна. Так или иначе, есть некоторые сотрудники, которые переходят из одного подразделения в другое подразделение. У нас есть такое, и со Слобожанщиной кто-то из Слобожанщины в Харьков-1 переходит, и с Харьков-1 в Слобожанщину. Точно так же и с Харьков-2 переходит в Харьков-1 там, или обратно. Ну, то есть, такое, и мы, в принципе, же общаемся, друг к другу рассказываем, какая ситуация в подразделении. Ну, вполне нормально, вполне контактно, вполне дружим между собой. Это братское наше подразделение. И хочу добавить, что когда нас набирали, то есть, и вы помните ситуацию, какая была в Харькове, фактически значительная часть той милиции в то время не могла обеспечить правопорядок и безопасность в городе Харькове. И мы, когда приходили на собеседование, нам говорили, мы идем делать новую милицию. Еще, как таковой антитеррористической операции, еще не было. Мы шли не в армию. Мы шли наводить порядок у себя в городе, обеспечивать безопасность в своем собственном городе. Да, если нужно будет приказ, будем и наводим порядок и в других населенных пунктах, и за пределами нашей области. Прежде всего, мы шли обеспечить порядок, обеспечить безопасность наших близких, наших друзей, наших родственников, наших семей. Поэтому мы пришли именно в милицию, именно в правоохранительные органы. И основным критерием был, это прежде всего, конечно же, патриотизм, готовность служить людям, готовность помогать людям, готовность всегда действовать только по закону. Спасибо. Еще вопрос. Вопрос, скажите, пожалуйста, почему изначально не набрано было одно подразделение, которое называлось бы Хайков, а было набрано три, Хайков-1, Хайков-2 и Соложачий? Почему сразу не пришла такая структура? Ну, мы можем предположить, скорее всего, такой вариант был использован для того, чтобы можно было обеспечить ротацию максимальную. Максимальная управляемость и максимальную ротацию. Ну, так как бы, на мой взгляд, именно для этого. Почему? Потому что, когда автономные есть подразделения, ими удобнее управлять, а на момент создания как раз нужно было не одно подразделение, а несколько, а потому что как раз были события в Славянске, и неизвестно, какие были были успехи у Харькова, скажем так. Чтобы были одновременно подразделения как в Харькове, ну, только, то есть так же и в зоне АТУ. Ну, знаете, я хотела просто сказать, что батальон «Слобожанщина», представьте себе моральный дух у бойцов. Сначала была информационная кампания о том, что они якобы что-то крадут. Вчера, я вам скажу, окончательно я поставила точку в этой судьбе, что это была информационная такая-то самая, потому что после совещания заместитель Дмитриева Пахомова говорит, зайдите ко мне в кабинет, я покажу бумажку, на которой именно то, что якобы волонтерская помощь украдена. Я просто взяла эту бумажку в руки. И была история, когда, помните, что около 30 бойцов перешли в съедный корпус из «Слобожанщины». И там именно идет размер приблизительно 30 шлемов и 30 касок, которые ушли с этими бойцами, они забрали. И именно это, и больше ничего там нет, ни тепловизоров, ни генераторов. То есть речь идет о том, что именно унесли эти бойцы в съедный корпус. И постоянно шла информационная война, постоянно мир и порядок говорили, что они что-то украли, какую-то волонтерскую форму, помощь. Постоянно от съедного корпуса, от ребят шла эта информация. Это была непорядочная информационная война. Волонтеры перестали помогать этому подразделению, потому что якобы они эту волонтерскую помощь воруют. Кому это надо было, непонятно. Потом арест Андрея Александровича, это вообще сказочная история, потому что нет каких-то доказательств, этой истории нет, почему его арестовали. И отстранен Харьков-1. Теперь как бы назначается новый командир батальона. То есть понятно, что все это произошло для того, чтобы батальоны соединить. И совершенно другого человека, этих людей, которые стали первыми патриотами, их убирают. И теперь, конечно, и бойцы думают, вот мы пошли на патриотической волне, мы защитили там Харьков, мы ездили в АТО, а что теперь будет и с нами, если с нашими комбатами так поступили. — Скажите, ну вот в сети выложен аудиоролик беседы командира Слопожащины с кем-то, где как бы предположительно понятно, о чем идет речь, как вы к этому относитесь. Правда ли это, не правде ли это? — Да, и вы знаете, я еще пропустила звено, когда было покушение на Андрея Александровича, его жену, был взрыв. И постоянно кто-то писал в интернете, по телевидению говорил, что якобы Андрей Александрович играл бомбой, она взорвалась. Есть заключение экспертизы, что это было снизу, мина взорвалась, там разрыв четкий видно, что это снизу, это произошло. Я вам скажу, что это дело начали расследовать, и СБУ передало в МВД, молодому парню из московского райотдела, которому, по-моему, 24 года. То есть все поняли, что, вероятно, это дело расследоваться не будет. Хотя были видеокамеры, были свидетели, все эти записи были стерты. Андрей Александрович вел свое расследование. Возле него появились люди, которые... Почему он стал расследование вести вокруг? Возле него появились подозрительные люди. Я не буду называть имена, потому что следствие ведет. И они начали его на что-то провоцировать. Андрей Александрович начал, как, в общем-то, милиционер с опытом, где-то что-то подыгрывать. Он понял, что эта линия его куда-то приведет. Поэтому такие разговоры приблизительно были. Может быть, ему нужно сделать некое публичное заявление, для того, чтобы ситуацию разъяснить с его стороны, как вы считаете? Вы знаете, возможно, хотя сейчас ведется же работа с адвокатом, просто мы немножко опасаемся, как вести именно с Андреем Александровичем, потому что он под следствием, потому что мы боролись за то, чтобы его выпустили из СИЗО. Вы себе представьте, значит, комбат сидит, там эти маленькие окошечки, это все за решеткой, в общем-то этот режим, это достаточно унизительное такое мероприятие. Поэтому позже, я думаю, что он все сделает и расскажет. Ему скрывать нечего, наоборот, открытость, это наша защита. То есть, как... Простите, по аудиозаписи, как можно вообще по аудиозаписи, по какой-то непонятной, обвинить человека и посадить в СИЗО на 18 дней? Без, ну, беспочвенных обвинений. Это просто, ну, это... Ваши отношения, вы считаете... Мое отношение, это бред. Это просто Андрей Исаныч не способен. Это все просто, его хотели убрать. Вот мое отношение. И у них это получилось. Просто-напросто. Они делали обыск на квартире, без понятых, то есть, какие-то люди там понятые, непонятные, без видеозаписи. Это неправильно. И нашли они там что-то... Вы говорите, они... Они, да. Они СБ... Ну, это СБУ Альфа. Там проводила обыск. Это неправильно. Изъятие. Вы же прекрасно понимаете, что вы выполняли свою работу. Хорошо. У вас есть какие-то подозрения, есть какие-то конкретные причины, почему это было сделано? Можете их осложить? Нет. Я... У меня нету. Но это... Я вам говорю, то, что это неправильно, это просто беспочвенно. Человека просто так посадили на 18 дней. Это... Вы имеете в виду, что они просто так ничего не делаются в таком случае? Ну, как вы думаете. Есть какие-то причины реальные, там, не знаю, дорогу кому-то перешло? Я думаю, что просто хотели убрать, чтобы соединить батальоны, потому что... И поставить своего человека. Потому что, когда... Если бы были Сергей Александрович, Андрей Александрович, они бы этого просто не смогли сделать. Я думаю. Давайте я... Это самое... Они бойцы не могут не говорят. Вы знаете, я этот конфликт наблюдаю, потому что, ну, просто я собираю помощь бойцам, я наткнулась на то, что этим батальонам, как бы, особенно слабоженщине, не помогают. Вот. Я наткнулась на конфликт именно двух людей. Александр... Ну, комбата слабоженщины и все владокожемяки. Почему это неприязнь? Это пускай будет на все владокожемяки совести. Но дальше все шло от него. Информационная вот эта война. Ну, взрыв я не могу так человека обвинять, конечно, огульно. Вот этот арест, ведь в этом аресте тоже якобы Андрей Александрович хотел покуситься на все владокожемяку. Понимаете? То есть, постоянно этот человек присутствует. Поэтому вот у меня только эти догадки. Чистая неприязнь личная. Максим Кабельдорович. Ну, я хотел добавить, что я вообще не понимаю причины этой войны между добровольческими подразделениями. Вы понимали, у меня в скидном корпусе есть товарищи среди рядового состава. Я просто не понимаю, для чего это делается, когда город в опасность. По поводу своего комбата Сергея Александровича, могу тут рассказать, что я с этим человеком был в зоне АТО. Я видел, чем он достоин. И много чего у него научился и в смысле военной, и в милицейской практике. Поэтому он для меня был наставником. И благодаря нему мы все приехали целый зонат. Нас не одного двухсотого. Вопрос в том, что нам наоборот надо сейчас объединяться и защищать город, а то они ссорятся между собой. И, извините, просто-напросто это называется бабский эсклик. Надо объединяться. Война не закончилась. Нам нужно делать совместную работу. Будем рады тесно сотрудничать и со схимным корпусом. То есть они тоже должны вносить, точно так же, как и все подразделения, вклад в защиту города, в систему правоохранительных. Но вы со схемным корпусом взаимодействовали? Нет, мы на данный момент не взаимодействуем. Но они с педротом не в батальон. Они же спецсороны. Они будут отдельное подразделение. Нам ничего не известно, как мы ничего не говорят. Была история, когда только арестовали Андрея Александровича. Сразу же, через день, опять-таки, приехал начальник департамента и говорит, что давайте все сделаем один батальон вместе со схитным корпусом и руководить будет Олег Ширяев. Ребята все отказались. Поэтому вот такая история была. И покушение тоже было на Олега Якобы Ширяева. Как вы считаете, внутренние конфликты возможны при, допустим, осветновении, не дай бог, некой ситуации? И на эту зону прибывают ваш батальон и прибывают батальоны с схитного корпуса. Вы при этом взаимодействуете или являетесь от агониста? Мы не были в одних и тех же местах зоны АТО. Во-вторых, тротации производились, как и нас, с схитного корпуса, в разное время. Мы не были в одно время в зоне АТО, а если и были, то в разных территориальных участках зоны АТО. Каждый делает свой вклад в это дело. Каждый делает вклад в защиту страны. Без вопросов. Пожалуйста, и мы, и они, как говорится. Никто ничьих заслуг не должен ни умолять. Это все должно делаться по-честному, по-офицерски, с честным. Вот маленький нюанс. Смотрите, помните, арестовывали комбата 28-го батальона. Его тоже якобы в подозрении о том, что он коррупционную схему проводил. Его только арестовали. Сразу же в фейсбуке у Олега Ширяева. Вот крыса, откройте там это самое, днем он защищал Украину, а ночью проводил коррупционные схемы. Уже человека выпустили под залог. Еще идет следствие. То есть вот так вот быстро обвинять. Понимаете, вероятно, это молодость, вероятно, это амбиции. Если у тебя как бы честь офицера, нужно быть сдержанным, что-то не говорить. Это должны быть качества однозначные для человека, который взял в руки оружие и имея как бы понятие чести офицера. Относительно совместных операций, я вам так скажу, что прежде всего, конечно, тут зависит от того, кто будет непосредственно руководить операцией. Если прибывают несколько подразделений, несколько служб, то должен быть непосредственный руководитель мероприятия, непосредственный руководитель операции. И там уже слаженность подразделений зависит, конечно же, от действий ключевого лица в данной ситуации. Понимаете, нам как простые граждане, нам не хочется видеть внутренние конфликты внутри батальонов, которые защищают город. Нам тоже. То есть мы поэтому в растерянности определенно. Нам тоже. Дело в том, что в последнее время мы четко видим, что информация стала, скажем так, фактически оружием. При помощи информационно-психологических мероприятий, операций каких-то можно вывести из строя целые подразделения, целые боевые единицы. Мы видим на примере. И, конечно же, хотелось бы, чтобы таких конфликтов не было. Мы тоже хотим мира, порядка в своем городе. Вопросы, пожалуйста, еще. Нам бы хотелось, чтобы мы поговорили с командиром, чтобы, может быть, он будет способен сделать некое заявление, рассказать о ситуации. Потому что все пользуются некими домыслами, фейсбуками и слухами, а хочется, чтобы он выступил и сказал конкретно, что произошло. Это важно. Да, пожалуйста, поговорите. И ситуация, которая происходит, держите под контролем. Мы готовы вам в этом случае помогать и озвучивать любые перемещения. Спасибо. Спасибо журналистам, потому что, правда, только освещение, подача информации нас спасет. Спасибо большое. Спасибо.